Издательство Exmo. Гэри Келлер, Джей Папазан. Начни с главного. Один удивительно простой закон феноменального успеха. 13 ноября 2009 года фирма Vagers Domino Productions организовала в голландском городе Леоварден мировой рекорд по падению фишек домино, составив из них впечатляющий ряд в 4 491 863 штуки. В этом случае единственная фишка приводит в движение обвал, производящий в общей сложности 94 тысячи джоулей энергии, что эквивалентно количеству необходимому среднему мужчине на 545 отжиманий от пола. Каждая стоячая фишка имеет небольшой энергетический потенциал, и чем длиннее их ряд, тем больше в нем объем потенциальной энергии. Как доказала своим опытом Vagers Domino Productions, составив вместе нужное количество фишек легким толчком руки, можно привести в действие цепную реакцию удивительной мощности. Приведя в движение одну вещь в один правильно выбранный элемент, можно опрокинуть очень многие. И это еще не все. В 1983 году Лорен Уайтхед в статье, опубликованной в American Journal of Physics, описал свое открытие. Падение одной фишки домино может вызвать обвал не просто многих других фишек, но больших по размеру объектов. Например, фишки в полтора раза превосходящие другие. Видите, что происходит? Одна фишка не просто валит все остальные, размер падающих фишек неуклонно растет. В 2001 году физик из Сан-Франциского эксплоратория, научно-популярного музея и исследовательского центра в Сан-Франциско, воспроизвел эксперимент Уайтхеда, сделав восемь фанерных доминошек, размер каждой последующей из которых превосходил предыдущую в полтора раза. Первая была высотой всего лишь в два дюйма, последняя достигала почти трех футов. Падение начиналось с легкого щелчка и быстро заканчивалось с большим грохотом. Представим, что могло бы происходить дальше. Обычное падение доминошек – линейная прогрессия, а Уайтхедовская можно назвать геометрической прогрессией. Результат поражает воображение. Десятая фишка была бы ростом почти с защитника Национальной футбольной лиги Пейтона Меннинга. Рост Пейтона Меннинга – 196 сантиметров. Восемнадцатая доминошка была бы с Пизанскую башню, двадцать третья – с Эйфелеву башню, а тридцать первая возвышалась бы на три тысячи футов над вершиной Эвереста. Размера пятьдесят седьмой по счету почти хватило бы, чтобы служить мостом между Землей и Луной.